во имя отца и сына и святого духа послание святого апостола павла к филиппийцам 4 12 умеет жить и в скудости умеет жить и в изобилии научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод быть и в обилии и в недостатке хорошо слышите здесь не говорится о том что моем привык большими массами народа управляться потушить мятеж говорит то что каждый день мы встречаемся чем еще раз внимательно прочитайте первым по строчке будем сейчас это к нам дальше он говорит подражайте мне как я христу умеешь эти скудости умеет и в изобилии в скудости мы вроде бы научили жить а вот в изобилии и сразу вопрос а что труднее что опаснее вот я родился многодетная семья нас 10 ребятишек в семье был отец инвалид бедно бедно жили больного ни одного нет мы научились все чтобы ни одна кожурка не пропала где апостол павел это гений кори это корифей мысли и друг говорит о вещах такие что любой может сказать какой в этом труд если он сказал златоуздарь не пропускай ни одного слова здесь глубочайший смысл заложен сколько богачей на этом погорели нормальный человек был вот священник рассказывает меня близкий знакомый работает на золотых приисках а живет бедно жертвовать на церковь сколько есть господи да ему возможность разбогатеть сколько же добра он сделает и господь услышал ударил по камню и оказался слиток золото который поднял его на ноги сразу же хором и сменил выбрали сразу начальником его он слышит о нем такие отзывы идут судить несправедливо и решил пойти а вот уже допустили до него куда ты идешь беднота тут такие люди приезжают другие стран учатся он туда вернулся шерчина делал то господи да сделает его опять каким он был то в нем души не чая сейчас его боятся чуть не по его сразу режет что делать то и в этот день обнаружили у него какой-то недостаток сверсти навели и дело дошло до тюрьмы он только одну молит господи только не саде его верни в прежнее состояние чтобы здоровый был и знал это пример в житиях святых мы считаем неоднократно такие примеры которые казалось бы они там даже и могут и не быть вот что филарет милостивый а что это за прозвище такое прозвище один плакать любил все время плакать плачливый плачливый и когда он что-то перед богом господи от сколько и слезы собирал дома ангел сказал ты показал один сосуд уже два сосуда наплакали плачливый многоболезный пимин лежал парализованы и за ним это все это пришло филарет он по нашим меркам был очень добрый но границы не знал где и как у бога все это было вымерено ищут кто бы помог он пашет пашет на корове была давно отдал в это время подходит сосед горит пахать не на чем совсем я это беру из жития святых так у меня вон теленок бери его до хочу я буду делать вот это корову бери корова отдала теленок плачет матерь то потерял он пошел к нему забери теленка то ну смотри как он страдает и он все раздал за стол садиться ничего нету и он заходит дети ну уж не как отца как странника примите накормите второй день в рот ничего не берет но вот случилось то что нужно искать хорошую невесту принцу который будет царем но везде обошли какие-то недостатки подошли а там что-то там там бедняк один живет когда-то богатый был а что у него такие дочери красавицы ну и пришли марию там засватали как у бога все вымерено он искал доброе и доброта наконец спала что села стала царицей и апостол павел говорит что научился я не случайно беру это у нас из шести мест будут проповеди на это уж как как это будет что такое лидер я говорил лидер должен обладать 6 у него должно быть параметров первое воображение должно быть развито чтобы он не начал делать чем это кончится но события то можно сказать я пойду туда буду воевать чем кончится если на тебя тугу стоишь что у тебя 100 тысяч а там миллион и стоишь ты или нет библия об этом говорит сядь сначала рассчитай начал строить и не окончил не будут и смеяться над тобой так написано и вот здесь нужно знать определенные щетка первое это воображение если вперед не рассматриваешь что я все смотрел что такое лидер это тот который ведет который учит наставляет а как это природный у него либо от бога талант или можно научиться какие-то там курсы пройти ученые мира разделились на двое меня спрашивают а вы как считаете считаю то и другое зачаток или даже полный должен иметь там на и ущеба не помешает то и другое взять конкретно быть руководителем это не просто так второе качество его знание в прошлый раз я говорил об этом третье качество лидера умение он все знает а сделать сам еще не может нам пишет один потеряем у меня два высших образования но делать и ничего не умею а другой у нас брат если ни одного образования нету на любую технику поставить на ноги а как то и другое должно быть мы сегодня поговорим умение а павел горит умею жить это большое дело сегодня у тебя много друзей там достатке завтра ничего не будет не зарубчишь ли а где бог а куда смотрит да у тебя дети не болеют вдруг все заболели одновременно на мало то в один день погибли будешь славить бога вот это умение поставить на это дело кто это будет я размышлял много об этом смотрел сколько же у павла было друзей сколько много он знал сколько врагов было но подражателей практически нету как нету ну нету 12 апостолов на место иуды не апостол павел матфей избран был из 12 апостол кто-то подражал ему в этом ни слова нигде не написано или не дошло до нас но 1 2 ну ладно там 11 а 70 избрал туда входит и марк и тимопей и тоже нету понимаешь когда начинаешь дальше искать почему каждому по размеру сколько он понесет иначе за такой золотой слиток попадет и ты не знаешь что с ним сделать и вот апостол павел говорит еще рассчитаем научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод быть и в обилие и в недостатке хорошо запомните это чтобы будут годы другие будут голод море нам написано в святой библии 24 глава матфея и мы тогда должны быть милостивые видеть нуждающихся вот когда голодомор искусственно устраивали безбожники люди умирали миллионы и теперь все оттуда идет все бою это они все это припоминают у меня у нас приезжали потеряю крестить те люди которые на украине перетерпели голодомор она рассказывает и по сегодняшний день плащет это невозможно сказать что было косяки грызли и тщательно наблюдали за всеми а как только осталось одному же взяли расстреляли она стала 7 ребятишек сразу картошку копают сразу уполномочены на три кучки разложите одну кучку мы заберем государства так и сделали как только закончили копать так не думайте картошку взяли мы не знаем с какой кучи нам скажут взять нужно зима идет сопротивляться думаешь это все пережито это на наша страна а соседу наказали в окно поглядывая надо видеть мороз ударил картошка вся замерзла кормить нечем она пошла и ведерки принесла свою нутро всех арестовали все дети погибли это на нас сегодня идет это я беру очень близко которая пройдена нами умею жить и в изобилии что делать но в данном случае ничего ложись да помирай вот сегодня что такая обстановка у нас что людей не учат нигде божественному нету вы знаете наша надежда моя она в школе тогда стала преподавать и одна девочка дома приговорила проговорилась сразу расследование лишили права учительства детских садах работать полностью заблокировали мы должны перешагнуть это все мы должны уметь вот в этой ситуации конкретно как вот так свою жизнь переберите я сегодня если господь позволит на собрании продолжу это что подробно было понятно мы стоим перед дверью которую еще мы не открывали а за этой дверью неизвестно что как один писатель пишет она остановилась перед этой дверью есть сразу кто-то говорит ты перейдешь сюда ты столько терпеть будешь то есть дверь христианство идти она стоит не знает пугает ее и тихий голос говорить ей и ты будешь иметь царство небесное и она шагнула шагнула и сразу как заскрежетали будь ты проклята и другой тихий голос сказал благословенно ты и навеки это всемирно известный писатель тургенев пишет вот мы стоим все время перед этим выбором и выбор особенно сегодня вот сегодня вот у нас я когда бывает всем говорю государство необычное дело сделали альтернативная служба напиши заявление за полгода как тебя будут призывать ну не трудно это сделать но нужно доказать что ты верующий тем более у нас общего батюшка пищать поставил отдали одного сразу же даже не стали разговаривать поставили повара и родители уже получили похвальную грамоту от командования двое второго я не разговаривал а с третьим говорил убеждал он служил я ничего не могу взять мы молимся каждый день через два часа поминаем но участь не решает они тоже решили искать бери оружие хватили все тебе пошли власть уже но власти закон она в закон старается их толкнуть почему вы не пошли я уговаривал просил умолял не послушались теперь уже ничего нельзя сделать ныне время благоприятное ныне день спасения не думай что завтра у тебя будет лучше с каждым днем мы приближаемся к тому что болезни будут не сможешь успевать сделать что сегодня я надоедаю кое с чем повторю что я много раз уже проповедовал живет человек и как будто смерти никакой нет вот у нас вообще не были люди лучше не скажешь насколько хорошие хорошо относились я вы сколько у вас детей двое детей они живут квартир да там хорошо живут все есть а как ваша квартира я сразу как врагу делались но сколько у нас его молодых людей было подпишите им то не на стороне если нет нигде хорошо может побеседовать с архиереем или узнать и подпиши им дом дети ваши не нуждаются и мы вертолета не хватает только а это они сразу уберу другую машину купит а у тебя в этом доме пение ангелов было бы я понимаю как это затрагивает из многих людей только я знаю примерно два человека которые сразу это сделали и подписали и все это пошло на небо и так первая книга статус 1618 где этому учиться надо вот лидером стал моисея где он учился этому сын параона будущий наследник рамзеса потом он и он все знал и как пишет один проповедник лодка и рядом проплывает будущее и там гонения будут избери что и он избирает пойти с народом своим по пустыне люди непокоривые люди против него будут замышлять и он избрал этот позор мы я говорю моисея и господь вывел его и он сказал пророчество 18 15 это на законе господь возведет пророка как меня его слушайте речь шла христе и так прочитайте 16 18 1 царств уметь тогда один из слуг его сказал вот я видел у юссея вифлиям вифлиянина сына и умеющего играть человека храбро и воинственного и разумного в речах и видному собою и господь с ним вот трудно сказать откуда я не мог найти истоки эти откуда израиля стало известно что музыка на гуслях отгоняет злого духа бесноватый человек и вдруг дух отходит от него ну ладно это злой дух а талант и когда нужно было или серию чтобы дух божий коснулся в опять же играл гуслиста призывал и дух божий в это время сходил настолько это непонятно но это так музыка не просто так она большое влияние оказывает на человека музыка музыки конечно разным и дальше умеет одно дело писать ноты другое так исполнить и как это сделать вот сегодня показывать значит мой добрый а то ну такая вот длинная у него что который перебирает и если там две струны всего его не хотели брать и друг он полна с одинского играет сегодня показывает как будто оркестр играет уметь уметь просто открыть одну одно место и сказать вот как повелевает наш господь уметь знанием узнать знанием знания надмевает говорит не всегда отливает а вот уметь конкретно что интересно когда приезжали в сибирь у тебя попутно рассказывает насколько талантлив русский человек они придумали так люди думают селиться на этом месте но надо поговорить со стариками поговорили знакомые есть но тут немного есть так заготавливать материал и в один из дней рано утром вы начнете строить и чтобы к вечеру печь затопили как за день за день а если нет ну разбирайте уезжайте нам такие не нужны я когда прочитал я сам строитель хоть какой-то думаю невероятно но это так люди умели все какое бы дело не коснулся а он это свободно берет берется и делает у нас близкие знакомые есть вот один тут приходит она молится его отец так он буквально все специальности деревне прибрал зачем не обратятся на то делает и риме 422 это от того что народ мой глуп не знает меня неразумные они дети и нет у них смысла они умны на зло но добра делать не умеют вот эта характеристика это бог дает а то они не умеют делать добро я выписал третья книга я за 16 глав 5 стих не подражание правде и дела мы у нас тут нет не подражали ты должен когда говорят да я не знал я услышал но простой пример я стою разговариваю с одной девушкой она готовится к крещению рядом другая проходит женщина наша потеряевская грамотная там кандидат наук и сразу ну ладно не ругаю она хорошая я ее остановил подойди так теперь ты скажешь о чем мы с тобой разговаривали ну я подошла спросила матфея четвертая глава чего ты решила что я ее ругаю ну я не знала а зачем миша на сюжет разговор ты могла попросить разрешение стоять другой говорит я не знал что-то вас то говорила священник но ты это время молился поднимал руки в алтаре почему бог тебе это не ответил что это ложь что мы иконы не признаем божью матерь не признаем но ты это говорил теперь же с кафедры вы будьте очень осторожны со словами григорий низкий я повторяю брат василий великого он говорит слово сказано нами имеет силу воплощать все мы сказали даже не подумали она именно так и пошло господь услышал будьте внимательны считаем деяния 2743 уметь народ не знает меня господь говорит он не знает и не можете еще сделать а как сразу повернуть ошибка была прости меня господи и в тот день у тебя принимает я не знал а мне господь сегодня это открыл вот такую маленькую как бы тему я с эти все дни и днем и ночью умолил у бога что сказать-то чтобы мы умели это делать я 2743 но сотник желая спасти павла удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю вы знаете когда около милита корабль все-таки 14 день а не в рот еще не брали люди постились он сказал бог не открыл мы пристанем где-то потом вкусите хлеба и корабль сел на мель воткнулся а теперь кто умеет плавать так на корабле навезли узников но узников довезут сотни воины сразу решили всех зарезать и все мы чтобы не сбежали павел это не не сбегут вот надо знать как в какой момент что сказать это преступники это все понятно кто умеет плавать знаете людям хочется показать грамоту а умение это очень трудно показывать а так профессор филологии матрос видит видно что человек такой неграмотный и говорит а ты знаешь вот это правописание как он горит не знаю ты пол жизни потерял это знать филологии это так а тут кораблекрушение пробегает мимо и профессор вы умеете плавать я нет вы всю жизнь проиграли вот и весь ответ я беру примеры которые я сам плавал и поэтому я должен хорошо плавать если случится какое-то что-то где-то как-то хотя бы за борт усыпицы и так кто на чем может вот сегодня как раз такая ситуация люди вождя на не имеют по мелочи где-то кто-то общее то да а свои сейчас из квартиры выгнали допустим людей что ты будешь делать вот эти маленькие примеры разыграйте про себя а это было да это все было было смотрели только у пригла пригласил накормить голодного его сразу же туда и записывают раскулачивание это никого-то раскулачивая самых лучших тружеников сельского хозяйства богат богачи они богато уже жили у них было все они знали землю обрабатывали и чем это кончилось 12 миллиона погубили самых лучших людей я считал бордовского на это я называю потому что павел называет даже героев своих языческого и как это случилось некоторых даже сослали за кулака посчитали знаешь он как еще гордый был что я не какой-то там прощелый бедняк меня богатым людям пришли у него все отняли но меня к ним причислили я из бедности то вылез каким образом то залез залезь мы к смыкал мужик ложку грязь даже не моя такая рука застывает на работе слово божие когда мы его последний раз считали дома приходили к нам люди вы знаете местописание где покажите воплощение в вашу жизнь что вы прочитали мы слышим так много наше интернетное сообщество как я имею опыт больше нигде в интернете этого нет люди знают писание святых отцов каноны церкви спешат на помощь друг другу кто с нами участвует знает как это есть знают как да знают нужно знать применить умею жить и в нищете поэтому у нас бывает иногда люди приезжают откуда-то вы спрашиваете чем мы можем быть полезно один вопрос приезжают тут у нас приезжали тут были причащались даже вместе с ними и не откуда-то из ливана приехали с каким трудом это все прописывают здесь еще буквально нету сейчас уже почти все есть старайтесь всегда господи не хотел бы я бесплодным к трону господа прийти хоть одну хотел бы душу снова по один в руках нести 3 книга сарс 3 11 3 11 и сказал он бог за то что ты просил этого и не просил себе долгой жизни не просил себе богатство не просил себе душ врагов твоих но просил себе разума чтоб уметь судить это соломону ему дано царство было и всех врагов он сразу предупредил семей сын геры когда случился мятеж можно сказать революция и убегал давид и он шел по склону горы кричал уходи кровопивец наконец-то до тебя добрался сына веселом захватил престол но когда он вернулся он первым под прибежал и покаялся я виновата другое но когда умирал давид нигде больше не может смертный час он сыну напомнил соломону соломон ты умный человек ты знаешь семей как меня поносил я ему поклялся что не трону его ты сделай чтобы седину его с крови свести в могилу ну по нашему да там все мщение не надо рассуждать мы говорим как написано и соломон сразу вызвал ты отца поносил он же меня простил я знаю простил я не могу тебя тронуть мы если ты из города выйдешь за стену вернешься в этот день казню тебя а еще я пойду скажи что слышал и случилось два раба убежали и он ни слова не говоря сел на осла поехал разбираться и привел привел и в это время давно сразу был был так наша вот голова долой и притом все когда умирали люди наказывали рассчитаться и это справедливо и соломон просил у бога обычно попросят чего помоги мне одолеть там страну какую-то врагов помоги мне вот богатство чтобы было у меня помоги мне то и другое а он попросил разума чтобы когда я выйду перед народом обратно вернуться неосмеянным ведь он у него такие случаи были у соломона никогда не придумаешь как две женщины как сказать по сегодняшнему одиночке и обоих младенца одинаково но она заспала мощи придавила его крепко спала и она увидела тата спит она его своего этого подложила мертвого той то утром поплакал посмотрел да как твой ребенок то нет это мой ну это что дело до царя и весь народ напрягся как никаких не было днк там резусы крови там группы не было ничего мы все замыли что будет так ты говоришь по ребенок да а ты твой понятно то есть надо ребенка этого на 2 разделить так воин подойди разруби его по вдоль порно обоим будет которая не мать она сразу сказала руби не мнение о которой мать была назад не надо отдайте ей она решилась своем наследие и все поняли сама готовить это мать понимаете в каждой ситуации нужно смотреть и просить поступить мудро то у нас если будет другой кто-то вот так надписи чтобы в храме было я нигде не находил нигде простое дело и наш архиерей был не против нам приезжает владыка сергий митрополит не против и у нас лежит не просто там прочитать евангелие полностью вся библия вот можно даже показать его возьми руки покажи посмотрите список спецзаказ такое дело на русском языке она аналоги посмотрите какая красота но тут была другая чуть побольше батюшка молодожену подарил опять заказал простенькое дело а это не сделать надо уметь делать как что-то надо подождать и на никакой конфликт не разрешают библия так и учит если имеешь что-то выговори ему покаялся приобрел нет и проще и вот вот надо просить бога чтобы мы поступали мудро считаем деяние 28 23 уметь слово уметь сегодня подсказал чтобы разобрались со своими талантами 28 23 24 и назначив ему день очень многие пришли к нему в гостиницу и он с утра до вечера излагал им учение о царстве божием приводя свидетельства и удостоверяя их а иисусе из закона моисеева и пророков одни убеждались словами его а другие не верили вот как поступить и такой сет таких ситуаций было много и кто-то пришел хлоина и там видимо богатые люди были полагают у тебя там что вообще это делается что разврат один отец мальчиха живет а сын с ней спит да вы что и павел это все описывает первом послании карантин от хлоинах мне стало известно так и вы вместо того чтобы видимо тот который это делал какую-то дождь занимал я не вы возгорделись вместо того плакать предать его сатане а что это болезнь значит по краю будет идти и бояться опрокинулся так и было а дальше то люди не знают как поступить он кается плачет а они да пошел ты и вдруг апостол павел пишет вместе со мной но теперь он покаялся ну простите каждый шаг надо показать еще сам это не сообразитель решила чтобы безобразие не было ну недавно чтобы задавить его там где-то я так рассматриваешь апостола павла то я не знаю 1 коринфа 15 послушайте сейчас апостол павел я я я я говорит что такое сегодня только два раза сказала говорю мне приходилось вот так то ни на кого-то 15 это апостол павел пишет это не это соответствует действительности а я последняя буква вы ошибаетесь слова я первая буква а за по-славянски а с 1 буква благодать и боже есть то что есть и благодать его мне не было тщетно но я более всех их потрудился не я впрочем а благодать божия который со мною и так я ли они ли мы так проповедуем и вы так уверовали 2 коринфян 11 16 30 вот сейчас посмотрим в чем более не сравнивать себя не с прихожанами а со всеми апостолами я более всех потрудился да может о всех и не знал видимо так и было 11 16 стиха по 30 еще скажу не почти кто-нибудь меня неразумным а если не так то примите меня хотя как неразумного понятно я сейчас буду говорить и скажет уже схвалился ты да для неразумия ну как неразумного послушайте павел ну ладно считайте а глупо рассуждают я вам пример даю сегодня что делает чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться я перетерплю но чтобы похвалиться я все равно похвалюсь не надо это бояться люди боятся почему у него ничего нет и когда начинаешь говорить вот это сделали он сразу вы хвалитесь благодать божия повторяю десять раз это не я сделал это бог сделал и считаю по порядку смотрите для себя отмещайте что можем это делать или нет что скажу то скажу не в господи но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу как многие хвалятся по плоти то я буду хвалиться вот это пример ибо вы люди разумные охотно терпите неразумных вы терпите когда вас когда кто вас порабощает да то есть за крещение за все деньги берут вы всех терпите а я сказал что этого нет и не должно быть это симония и проклятие дальше когда кто объедает когда кто собирает обирает когда кто превозносится за все за все деньги в церкви шагу не шагнешь самое большое порицание на сегодняшний день когда кто бьет вас в лицо студу говорю что на это у вас не доставало сил у нас не доставался я бы этого не потерпел павел говорит а если кто смеет хвалиться чем-либо то скажу по неразумию смею я они евреи и я изра и я израильтяне и я семья в раму и я христово служителей в безумии говорю я больше то просто я израильтяне дошло до дела я больше всех взял и дальше чем кончится я гораздо более был в трудах трудах безмерно в ранах в ранах но если ты не был ты искусство не пойдешь меня арестуйте бейте этого не будет у тебя это павел не напрашивался на это более в темницах так теме что ты сейчас возьмите меня в тюрьму ну вы знаете если помните тут теперь мы все это открываем как это было здесь на урале романова николаева сергей игумена арестовали там все буквально все отобрали и теперь он сидит все еще сидит и неизвестно там сколько еще и как будет ну и мы тут посудили и в органы везде направили чтобы меня арестовали отсюда привезли и в соседнюю камеру а потом его постепенно ко мне подсадили я все написал у меня список что я беру с собой библию симфонию что со мной будет и дальше над ним подработать и написали люди которые писали очень знают мою биографию заручились здесь как бы сказать ответом из кгб что они мне доверяют в этом деле подбога никакого нет у меня что привезли увезли обратно то другое то маленькая загвоздка что посадить мы вас никак не можем у нас устав я по уставу дел вы даже что-то сделать ну как же я делаю что-то пойди окошко соседу разбить или что-то сделать я должен то и так и все это отложили я уже все приготовился но абсолютно все сделала забрал какие сумочки как меня повезут туда но мы сделали он бы вышел мы сказали если его сделает знамя что такой то такой то поступал потом его вы авторитете уже не будет работать на вас а здесь он сам сказал бы отошел от этого дела и дальше примирился с патриархом со своим митрополитом который там есть это бы господь сделал это дело у меня была просто уверенность такая что это было не затея простая и далее и многократно при смерти как ты скажешь ты был при смерти то многократно при смерти тебя готовились убить где-то заговор был раскрытый потом был ты скажешь нет а усть остальных павел говорит это точно вот этот чем можешь ты похвалиться ты гонимый был тебя пытали и проще от иудеев пять раз дано мне было по 40 ударов без одного палкой палка били 39 ударов а почему без одного 40 а бывает который один бьет а другой 28 29 подожди я забыл сколько поэтому лучше если ошибется чтобы не больше сорока сорока никто не имеет права смеяться над ним а если больше сорока одного значит он осквернем вот такой порядок был и павел это подчеркивает и не один раз а сколько раз пять раз до посчитали умертым за ноги на свалку вывезли бросили а вот вечер опять явился проповедует три раза меня били палками однажды камнями побивали три раза я терпел кораблекрушение понять это все опыт уметь не только он это говорил и другие апостолы писали но как это пережить ну посадил начальник да и вот сказали держи крепко его так он его во внутренне там как шизо и в за за в колоду ноги руки закованная что делал пел и бог послал видимо ангела заколебалась темница у всех спали у них не на ком наручниках нет ничего начальнику такое создали он сразу на умер меч схватил он за каждой головой отвечает и решил себя порешить но павел сказал мы все здесь и дальше как его звать степан считается и обратился все обозрелась вся семья и приняли святое крещение как музык быть воспевать славить бога говорить если ты это не считал ты это не будешь я удивлюсь этим опытом мне маленько пришлось побывать где-ка и бог самые высокие которые общались со мной начальники да почти все изменили свое отношение по отношению к богу вот здесь был полковник могу потом сказать назвать все как у меня часто вызывал беседы в тюрьме потом мы встречались на воле и жена рассказывает что вызвали священника и умер по-христиански как свидетельствовать приходилось а сколько людей обращалась это не просто человек какой-то говорит а сегодня напечатали журнале местной метрополии доктор богословия бочков кандидат юридических наук профессор истории такие у него звание то и говорит вам не горит тысячи людей пришли в православие благодаря проповеди и сектантами беседовать это вы куда денете который нападали сразу все заглохло нападок не стало одна фраза которая все поставил на место много раз был в путешествиях путешествиях понимаете нам бог это все дал позволил и наши братья ездили мы прошли путешествия не один год-два завтра из барнаула мы дошли до владивостока тихом океане атлантика португали скандинавия прибалтика север турция и везде проповеди тысячи проповедей было сказано как бог сделал это это благодать божия как трудно было но на ночь не останавливаться чтобы нас не видели скрывались а потом когда бывают пришли библиотека закрыта и пока добивались чтобы открыли в это время соседними домам мы идем раздаем и говорим какие были же желания господь исполнил все буквально даже от я про то проповеды в одном городе сейчас не могу сказать где люди подходят и в карман деньги совершенно незнакомые но у меня обычно такой сразу деньги посчитать сколько оказалось 200 рублей я в этот же день должна дать хотя бы 205 и поэтому сколько положено все время делать беднее беднее а почему такое правило себя завел и я боюсь как огня этого и далее в опасностях на реках мы переплывали всякие реки там и море балтику и другие в опасностях от разбойников вот не можем сказать это разбойники за нами гнались и как мало машина шла скрыться нам нужно было где-то за такое было состояние в опасностях и единоплеменников русские люди до священники мы куда приезжаем они уже заранее знают если вообще на были против настраивать людей причем никакого основания нету не где-то с ростки то совсем рядом было в опасности от язычников но это люди не верующим скажем так другой покров совсем в опасностях городе до в опасностях в пустыне ну когда пустыню у нас нет пустыня пустынные места где мы проезжали то самом деле так и было там не машину поломали в опасностях на море до в опасностях между уже братьями эти скольки уже братья далее в труде и в изнурении часто в день и в голоде и жажде часто в посте на стужей в ноготе кроме а те нужде зачем он это павел все говорит надо делать тайну чтобы не знала левая рука что правая зачем это все говорит то при том 2000 лет люди считают и каждый дает вопрос а зачем это здесь все это говорит для того чтобы показать то что мы делаем по сравнению с павлом это мизерное он такой же как он призывает к этому кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечения людей забота о всех церквах кто изнемогает с кем бы и я не изнемогал кто соблазняется за кого бы я не воспламенялся если должно мне хвалиться то буду хвалиться немощи моей переписать 17 подражайте братья мне и смотрите на те которые поступают по образу какой имеете в нас вот как с какой целью то а может кто-то это сделать сегодня где-то не знаю в какой-то счастье может быть да так это ефесянам 51 коротко он призывает подожжайте мне и смотрите на тех которые так поступают и тоже начинайте делать и так подражайте богу как чадо возлюбленные вот как а евреям 13 7 это взятый эпиграфом 12 томам жития святых димитра ростовского сегодня сколько канонизируют люди не считают это канонизировать может и кого то что считай 13 7 поминайте наставников ваши которые проповедовали вам слово божие а подожди кому проповедовала в матрону кому другие там которые есть живой сала саламан его звать не саламан а саламан ему прозвище был сама молчанник он сделал небольшую там как комнатку залез туда и дверь заложил ему подают там что там от него вынести и все и решили поставить его священником его патриарх полюбил молчит никого вреда от него нету не получилось его говорит ну ты скажи что я верю в бога и к этому не говорит но все равно руку положили молчали к это подвиг мне один близкий человек я говорю у тебя святой так то у меня не просто так а божий человек так они все божие нет в библии только один называется божий человек а тот моисей моисея божьего человека а как алексей божий человек я вот сейчас его на ты его биографию знаешь а зачем знать такое божий человек то ну давай мы заглянем туда у него хоть один день был по евангелию а как он просто откройте вот один когда будет и посмотрите родители верующие богатые дают везде милостыню и сын подрастает решили жениться ну мог он сказать я не хочу зачем нам не нужно женился женился и сразу удалился от нее то ли в окно вылез или где утром хватили жениха нет и где-то он там был сколько времени такой уже конечно терпел много и наконец к родителям пришел его не узнали из собачьей конуре теперь он тут будет и смотрит мать плащет невеста плащет время идет концу и он умер из благухани пошел весь город дальше а сейчас считаю католики то знаете такой католики всех времен считает выдумкой вся эта история вообще его не было такого на земле но такого героя создать это надо было придумать я горюк приставку тебя дочь растет и ты вот такого алёшку за него выдашь и он убежит как-то ну если подражать праздновать святому это подражание ему я даже не ожидал такую реакцию это он так и ну это его биография да своим руками задавил бы вот и все вы маленько то смотрите чему подражать подражайте мне павел говорит как я христу да будет имя господне прославлено в жизни нашей и чтобы мы умели делать то чему призываем других конкретно показать посты мы делаем они не хуже делать здоровье человека за всему нанесу слава в веки веки аминь